Очень полезный спарринг для нас в плане того, что мы должны уметь вести борьбу. Было много единоборств, жесткой, агрессивной игры со стороны соперника. И он не похож, этот спарринг, на все предыдущие, потому как, еще раз повторюсь, наверное, футбола со стороны соперника при всем уважении не было. И они нам предложили такую манеру ведения игры. Нам важно было не сбиться только на единоборство, только на желание, борьбу. То есть мы должны были все равно играть в свой футбол. Хотя и выигрывать, естественно, единоборство нужно для того, чтобы взять мяч под свой контроль. Но в целом, если говорить про контроль мяча, наверное, у нас сегодня не все получилось. Мы сегодня не могли строить свои атаки позиционные. Мы действовали больше за счет вертикальных передач. Много передач было вперед, они были где-то оправданы, где-то нет. Теряли мяч, переключались. Где-то получалось накрывать соперника на их половине поля, где-то нет. Пропускали атаки на наши ворота. Но, опять же, соперник действовал за счет своих качеств. Они выбегали, пытались создавать напряжение у наших ворот. Два таких подхода, я помню, к нашим воротам в первом тайме, который один из них закончился голом. Наш ворот со стандартом мы пропустили. Немножко, наверное, занервничали. Затем потом мяч удалось положить под свой контроль. Радует то, что до перерыва мы отыграли преимущество в один мяч. Во втором тайме все действовали по плану. Также выходили ребята большими группами, делали много замен. И в очередной раз мы можем быть довольны их желанием, самоотдачей. И тем, как они входят в игру, они добавляют. У нас игра наша в целом усиливается. Она становится интереснее, что важно тоже. И радует, что в концовке мы дожали соперника. Очень приятная победа в плане эмоций. Она дарит нам много положительных моментов. Поэтому, ребят, можно поздравить с победой. Но нам следует задуматься над тем, что мы должны все-таки регулировать темп в игре, когда мы находимся с мячом. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня много было вертикальных передач, много игры вперед, где нам нужно было иногда успокоить мяч, взять под контроль и пытаться, скажем так, расшатать соперника. Затем уже действовать либо флангами, либо центром. Вот в этом плане нужно будет проанализировать, посмотреть и разобрать эти все ситуации. Так, всех с победой. Молодцы.